Здесь идет постоянная, ежедневная дробежка, сверление. Я надеюсь, слышат, да, здесь? И это все начинается с раннего утра до поздней ночи и ночи. По словам жильцов, шум от этой болгарки ни в какое сравнение не идет с тем, что творится в доме на протяжении месяца. Как правило, с утра и до позднего вечера, а то и до ночи в их квартирах раздается грохот молотков и раздражающее бурение перфораторов, которые, к слову сказать, чаще всего работают минимум в два сверла. Я очень боюсь, что наш дом развалится. И вот наш подъезд, наш подъезд, он просто рухнет, потому что каждый владелец долбит стены. Ночью работа проходит, я почему-то знаю, смотрел футбол как раз, он заканчивается поздно, где-то около двух ночи. И вот это сверление, долбление, стуки, всякие шумы сторонние за окном и под квартирой, они продолжаются. В этом подъезде проживает очень много детей, очень, ну, такого возраста, который бегает, ну, за которым не уследишь. И нам никто не объяснил, не предоставил, нас никто не оповестил, что здесь сделают какие-то непонятные вот эти конструкции. Претерпел изменение не только фасад, но и стена со стороны двора. Здесь прямо под окнами жильцов планируют расположить пекарню. Кстати, и трубу уже вывели прямо под окна. Вот только жильцы оказались категоричны и пока ее убрали. Правда, неизвестно надолго ли. Мы связались с начальником строительных работ, которые сейчас проводятся в будущей пятерочке. По его словам, все документы и разрешения у подрядчиков в норме. По закону о защите шумовых претензий жителей и так далее, со всеми согласны за тексты СРО, работы ведутся с 10 утра до 8 вечера. Шумные работы ведутся до 6 вечера. Мы делаем это не от собственной главы, у нас есть и проекты, и разрешения и так далее. Впрочем, жильцам от этого не легче. И свои права на безопасное жилье и тишину они намерены отстаивать и впредь. Правда, теперь уже обещают написать коллективную жалобу в районную прокуратуру. В администрацию обращались, ну, сказали, а что мы можем сделать? Вот, обращаемся к вам, может быть, хоть что-то, хоть что-то посмотрят, хоть на что-то посмотрят, посмотрят всю документацию. Ну, и заверят нас, что мы, в конце концов, умрем своей смертью, а не под обломками этого здания. Иван Бер, Владимир Семенов. Наше время.